Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Прежде всего, хотелось бы всех поздравить с праздником 9 мая, с Днем Великой Победы и пожелать всего наилучшего. Берегите себя и своих близких. Угроза блокировки YouTube все еще реальна, поэтому подписывайтесь на мой Telegram-чат. Ссылка на моем канале. Ссылка будет в описании на мой канал. Ну а на эту неделю я подготовил несколько сигналов на прибыльные сделки. Давайте посмотрим. Евро-доллар пытается пробить нижнюю границу поддержки. И скорее всего у нее это получится. Это один из тех редких случаев, когда я говорю о том, что возможно движение вниз без сигнала. Но это просто мое наблюдение. Вот, кстати говоря, если он все-таки будет пробивать, возможно перед этим еще отобьется от линии поддержки. Это будет вот в этом районе цены 1.04.78. Также если поднимем вверх, здесь вот такая вот линия сопротивления. Но тут как бы расширяющийся треугольник. Сигнал не очень сильный. Сигнал специфический. Но имейте ввиду, он может также сработать. То есть в районе цены 1.06.69 можно ждать разворот вниз и соответственно ставить ордер на продажу. Британский фунт к швейцарскому франку. По-прежнему я на прошлой неделе давал сигналы. Кстати, все сигналы, которые на прошлой неделе, где цена дошла до них, они отработали в плюс 100%. Поэтому подписывайтесь на мои сигналы и зарабатывайте вместе со мной. Вот этот сигнал по британскому фунту франку пока что не сработал. То есть цена просто не дошла. Но когда дойдет, все-таки я оставляю. Продолжаю, продлеваю этот сигнал. Поэтому в районе цены 1.23.90 будет сигнал на продажу. В районе цены 1.20.74 сигнал на покупку. Еврофунт движется вверх. Но если все-таки вернемся обратно, у нас будет зеркальная линия поддержки. И в районе цены 0.8464 будет сигнал на покупку. Доллар канадец движется вверх вроде как. Но в то же время несколько раз уже подтверждал линию поддержки. Поэтому вполне возможно, что законсолидируется вот в этом канале. И будет ходить туда-сюда. Поэтому если пойдем вниз, то в районе цены 1.27.20 можно поставить ордер на покупку. Полный обзор смотрите на моем канале. Ссылка будет в описании. Сейчас давайте посмотрим экономические события на этой неделе. Экономический календарь говорит нам о том, что сегодня у нас будет праздники во многих странах. Во вторник особых каких-то новостей нет. В среду также я не вижу значительных новостей. Ну, по моей версии, приоритетных новостей. В четверг единственное будет по Британии ВВП. В пятницу вообще особых новостей нет. Неделя достаточно спокойная. Поэтому это говорит о том, что технический анализ будет работать лучше, чем обычно, чем на прошлой неделе, где была гиперволатильность. Поэтому торгуйте по сигналам, торгуйте по техническому анализу. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.